Мы рады приветствовать вас в уютном экскурсионном автобусе, который провезет нас по улицам родного города. И мы с вами перелистаем страницы истории нашего славного и уникального города Бийска. Экскурсии по родному городу. В 40-й школе Бийска теперь по-новому будут рассказывать о купеческой жизни и исторических памятниках Наукограда. Причем открытые уроки проводят не педагоги, а сами учащиеся. Старшеклассники совместно с учителями, преподавателями вузов и музейными работниками изучили события, факты и подготовили интересные экскурсии. Это здание интересно тем, что здесь впервые на Алтае была применена колориферная система отопления. Другими словами, когда горячий воздух шел по керамическим трубам, проложенным в толще стен. Я очень люблю старый город, он весь такой пропитанный историей, там так уютно, хорошо, и было очень интересно послушать большой рассказ про эти здания. В прошлом году 40-я школа Бийска имени Героя России Вячеслава Токарева стала участником конкурса социально значимых проектов фонда Александра Прокопьева. В учебном заведении выбрали направление патриотического воспитания. Свою идею успешно защитили и получили 200 тысяч рублей. В частности, на эти средства приобретут акустическую систему, которая позволит проводить экскурсии более качественно. Планируем приобрести специальное оборудование, то есть вы же видите, сейчас определенные сложности возникают, не очень хорошо слышно. Вот приобретем теперь специальные динамики на поясные с микрофонами. Также для школьного историка краеведческого клуба «Начало», который уже 12 лет успешно работает в общеобразовательном учреждении, приобретут ноутбук, проектор, различную оргтехнику и видеокамеры. Все это оборудование позволит расширить рамки деятельности школьного музея и создать новые экспозиции, так как ежегодно ребята принимают участие в археологических раскопках. А вот что касается школьных экскурсий, то этот проект патриотического воспитания, который поддержал фонд Александра Прокопьева, намерены вывести на общегородской масштаб, чтобы наглядно изучать историю родного города и детально разглядывать архитектурные шедевры купеческого времени смогли все школьники Бийска. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. Бийск. Специально для наших новостей.